Всем привет, 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 привет. Вы скучали по мне? Я знаю, что скучали, но я, по-моему, сегодня не даю вам поскучать. Показываю сразу, что ребенок ест, ест, уже доедает. Кушай, кушай, Мартюша. Доедает ребенок. А то опять скажет, что я его не кормлю. Кушает, уплетает за обе щеки. Кушает свой корм и чуть-чуть положила ему. Ему чего положила? Сейчас скажу, чего положила. Фаршик у, короче, вчерашнего, который я готовила, маленечко. Вот. И сейчас грею себе кушать, и мы будем с вами кушать. И вот не поверите, авокадо вчера был все-таки нехороший, несмотря на то, что он был светлый. Вот. Вот сказала же, что-то он как-то интересно отходит от шкурки. Я всю ночь не вылазила из туалета и целый день. Представляете, какая я голодная сегодня? Во мне вообще ничего нету. Я целый день сегодня работаю, работаю, там с орхидеями занимаюсь, занимаюсь. Я вам показывала на орхидейном канале. Я три видео сегодня выложила. Даже про одышки рассказала, показала, помыла. Ух, сколько сегодня переделала. И муж там очень много всего сделал. Он еще там остался, еще доделывает. Завтра. Ладно, сейчас сядем кушать, и я вам расскажу, что будет завтра. Мартюша пьет. Я хотела почитать ваши комментарии чуть-чуть. Вот на канале мой мирок орхидеи. Ладно, потом почитаю. Нашлась горчица. Я думала, она закончилась. В общем-то, у нас вчерашний ужин. Все поели, меня оставили. Муж хотел мне на склад привезти, я ему сказала, не надо. Я должна держать диету. Насыпаю аджиги отдельно себе, любимой. А то мне вчера сделали высказывание. Этой вилкой едите. В банку с аджигой лезете. Вы болеете. Муж, дочка еще не ели. Тоже заболеют. Ну, если что, я даже очень сильно в том году болела этой заразой, да? Вы поняли, какой, да? Вот. Муж меня всегда целовал. Он сказал, если мне суждено заболеть, я заболею тоже. Вот. Поэтому от того, что я дочка аджигу не ест. Холодечек. Что-то в этот раз муж даже плохо его кушает. Он некогда бедному. Он сказал, ешь, солнышко мое. Ты больше горе видела. Вот. Вот. Он сказал, на ужин будет пельмешки кушать. Вот. И манты у меня есть замороженные. Блин, мы завтра едем с вами во Владимир. Едем Мартюшу за кормом. Это раз. Едем. Там есть у нас такой садовый центр тепличный. Там круглый год выращивают огурцы, помидоры. Ну, у них там есть и орхидеи в продаже, но они очень дорогие всегда. И в не очень хорошем качестве. Вот. Ну так, просто посмотрим. Что там есть. Но я хочу туда... Горшочки мне нужны. Там бывают дешевые горшочки. Ну, такие простые, прозрачные для орхидей. Даже дешевле, чем в этих... Во всех Ашанах, Машанах. Посмотрим. Может, мы не поедем туда. Завтра пока же время. Так что авокадо не ешьте. Если в нем уже сомневаетесь. И не надо мне писать, что я там много сожрала. Я поела вчера очень даже нормально. Немного. Это авокадо виноват. Надо же, зараза. Всю ночь, весь день. С горшка не слазить. Видео на орхидейный канал снимала. Прям трындец какой-то. Всем приятного аппетита. Кушайте на здоровье. Рассказываю все культурно. Ничего такого нету. Что вы там себе навоображали в голове? Плохое. Вот. Это ваше. Завтра уже вечером муж будет звонить по поводу потолка. Он уже установил мне там светильник. В общем, балкон готов полностью. Там только нету потолка. Плинтуса на месте уже. Все уголки на месте. Светильничек стоит один. Он говорит. А что снимать не будешь? Для девочек. Я говорю, нет. Я потом покажу, когда уже будет все готово. Я уже им чуть-чуть показывала. Там еще на балконе я вам не показывала одну стену. Точнее показывал, там было белое. А сегодня еще муж туда сделал обои, которые я хотел бы, чтобы у нас дома были. Вот. Холодец с макаронами, знаете, как вкусно. Еще когда в этих макаронах фарш, вообще очень вкусно. Вы сегодня меня, наверное, смотреть не успеваете. Нет. Кто там? Я пришла. Молодец. С Мартюши гулять? Да. Молодец. Дай на тебя посмотрю. Ну? Не холодно? Нет, нормально. Толстовский тепло. Где? А? Как дела в училище, в колледже, в школе? А? Учтя увольняются, заболевают, уезжают на курсы. Угу. И можно с училища у нас училище. Че? 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 Могут на дистанционное обучение отправить. Почему? Принамо львов. Да. Сейчас. Сегодня мы пока будем в колледже. Сегодня только будем первые курсы. Угу. И четвертые. Вторые, третьи на дистанционные. Да. Вторые, третьи, а у меня у знакомой хорошей девочки дочка на втором, по-моему, курсе учится. Или на третьем. Я не знаю. Сейчас, если увидит, может, напишет. Танюш, если смотришь, напиши, че у тебя у дочи тоже дистанционка. Сегодня учились только первые и четвертые курсы, остальные на дистанционке. Возможно, мы только первые курсы будем, не знаю. Да. Да. Ну, у тебя компьютер работает. Ну, тем более. Маме спокойнее будет, денег меньше на дорогу потратим. Ага. Че? А школе тебе будет дистанционно. Получение. То есть, ты, я буду в школу. Да прям, наверное, все поставит на дистанционку. Нет. Нет? Уже я сел с тебя от подтверждения, что школу не будет вообще закрыть на пиццу. Ну, ладно, будешь три дня в школу ездить, а два дня дома. Четыре. Еще выходи. Я. Ну, многие хотели на пиццу сделать. Девочки. Твои инфорезы уже перевели. Да? На сегодняшний дня. Ну, потому что много заболевает опять. Да. Иди гуляй, капюшон одевай хоть. Ну, так. Возможно, переведут на дистанционное обучение. Большая заболеваемость коронавирусом в колледже. Они же там во Владимире три дня в школу ездят. Она понедельник, вторник, среда. А четверг, пятница учатся в колледже. Вот. И колледж переводят на дистанционку. Школа нет, а колледж да. Уже, говорит, сегодня вон только первый курс учился. Ну, по крайней мере, ей так показалось. Точно она не знает. Ну, говорит, по-моему, был только первый курс. вот так. Будет учиться дома. мне спокойно делов-то. Правда? И денег на дорогу меньше стратим. А то только на дорогу на три три дня тысяча рублей. Плюс покушать надо, что-то перекусить там. Два дня уже как вот сегодня пятница. четверг, пятницу в 12 часов она уже дома. Кто уволились из учителей из колледжа? Кто заболел? Кто на курсы уехал? Как-то так. Вы платите родителей, да? А учить некому. Трындец. завтра поеду в маске буду в магазине. да? Чтобы не дай бог не вздыхнуть какой-нибудь фигней. фигней. Ёшкарный баба, один фарш остался. плохо. Плохо. Чё, два дня она толком не училась, учителей нету. у меня сегодня как давление поднялось. Мама дорогая, я думал у меня вот это место сзади я думаю, что поднялось. Бля, опустилась. Я всё забываю купить эту штуку, блин, для давления. Меня даже муж выгонял домой. Я говорю, да не пойду я никуда, я буду потихоньку сидеть и пересаживать. прям не могла даже глаза поднять, как больно было вот здесь вот сзади голову. Потом прошло. Я потихонечку сидела, шишилась с орхидейками. И прошло. Не знаю, девчат, выйду сегодня в прямой эфир или не выйду, посмотрю, потому что интернет плохой уже третий день. Ужасный просто. Загружается всё очень долго. на складе вообще загружало подолгу. Столько памяти много нету. И так стоят уже флешки обалденные, но всё равно памяти не хватает. Видео сниму, вам выложу. Жду, когда оно загрузится. Потом чище память снимаю следующее. Ну всё. Опять перекусила чуть-чуть. Можно прожить до завтрашнего вечера. Вот так я привыкла. Не могу есть с утра. Днём хотела кушать. Муж говорит, давай я тебе принесу. Говорю, не надо. Там холодильника нету ещё. Что не доедаю, потом выбрасываю. либо оно портится. Поэтому уж ничего страшного не умерла. Подоль побольше поработала. Вот. Ваджичку. Мартюшку куриные кости нельзя. Всё, мои хорошие. Всем спасибо за компанию. Завтра едем во Владимир. Если интернет сейчас наладится, вдруг, значит выйду в прямой эфир. Это не я пукаю, это руки скрипят. То опять напишите, что я пердю. Нифига не пердю. Вот. Опасно мне сейчас пукать. Обкакаться можно. Всё, мои хорошие. Всем пока-пока. Не скучайте, не грустите. Будьте добрей. пройдёмте. Всё.